С началом войны 1941 года Марина Ивановна Цветаева с сыном Георгием эвакуируются сначала в Чистополь, оттуда пароходом в Елабугу. Перед отъездом в Москве прощаются с Пастернаком. — Что это? — Вечевка. Помнишь, ты просила. — А, вот это! Ты молодец! Как трогательно, что не забыл. Мне как раз нужно обвязать чемодан. Замок совершенно не держится. — Позволь мне, Марина, это мужское дело. — Тонковата твоя веревочка, Боря, не порвется? — Ну что ты, Марина, это настоящая пенька. Она все выдержит. Хоть вешайся. До конца своих дней он не простит себе роковой шутки. О последних днях Марины Цветаевой в Чистополе и Елабуге рассказывает Лидия Корнеевна Чуковская. Марины Цветаевой в Чистополе и Елабуге. Марины Цветаевой в Чистополе и Елабуге. Марины Цветаевой в Чистополе и Елабуге. — Нет, такую телеграмму посылать нельзя, — сказала я. — Вы же сами говорите, что Марина Иванова в дурном состоянии. Да и подумаешь, высшая инстанция, Тренев и Асеев. Да и подумаешь, столица, Чистополь. Здесь прописывают литераторов, всех без изъятия. Были бы не военно обязанные. А вы с Треневым или Асеевым знакомы? Беретесь уговорить? Без них нельзя. В Чистополе они представляют президиум Союза писателей. Здесь я почти ни с кем не знакома. Я ведь ленинградка, не москвичка. К тому же я не член Союза, не член Совета эвакуированных. С чего Асееву или Тренева меня слушать? — А скажите, пожалуйста, вам понятно, какого черта они не желают прописывать Светаеву? — Как? Моя собеседница сделала большие глаза и перешла на шепот. — Вам разве неизвестно, кто она? — Известно. Светаева — поэт, очень своеобразный и сильный. Одно время была в эмиграции. Потом вернулась по собственной воле на родину. Ее муж и дочь арестованы. Она осталась одна с сыном. — Ну и что? — Тсссс! — снова встревожилась моя собеседница. — Не говорите так громко. Мы не одни. Мы в самом деле далеко не одни. Тесное, душное помещение, почты полным-полно. Место действия — Чистополь. Небольшой городок на левом берегу Камы. Один из районных центров Татарской автономной советской, Советской Социалистической Республики. Центр не особенно центральный. 142 километра до Казани. 90 до ближайшей станции железной дороги. Время действия — конец августа 1941 года. Конец второго месяца войны. — Моя случайная собеседница — Флора Моисеевна Лейтес. Женщина с ярко-черными волосами и в ярко-пестром платье. Стоит в очереди к окошку, где принимают телеграммы. Я же к окну до востребования. Я прихожу сюда каждый день, но напрасно. Ни от кого — ничего. Никакого ответа на мои непрерывные письма. С Флорой Моисеевной Лейтес я еле знакома. В Чистополь московский литфонд эвакуировал писательский детский дом писателей-стариков, писателей-инвалидов, писательские семьи. Семьям ленинградских литераторов положено было вместе находиться под Ярославлем в Гавриловом яме. Я же попала в Чистополь, а не под Ярославль, потому что война застигла меня не в родном моем Ленинграде, а в Москве, где я перенесла тяжелую медицинскую операцию. С первого же часа войны мной обладела неодолимая жажда вернуться домой, в Ленинград. Но в июле 41-го с незарубцевавшейся раной, с постоянными болями в сердце пробираться в Ленинград, на буфере, на крыше вагона, нечего было и думать. Тем более, что дорога Москва-Ленинград уже подвергалась налетам. Когда мне стало чуточку лучше, меня, мою десятилетнюю дочь Люшу и четырехлетнего племянника Женю, всех нас троих под присмотром няни Иды, отправили из Москвы с другими семьями московских писателей в Чистополь. Во второй половине июля немцы в своем рыбке на Москву уже захватили Смоленск, Ельню, Рословль. Двигались они и к Ленинграду. В начале августа до нас доползли слухи, что они уже на подступах к Киеву. Москву начали бомбить еще при мне, внуковский аэродром в нескольких километрах от Переделкина тоже. Последние известия, объявляемые в газетах и по радио, не всегда бывали истинно последними. Власти с нарочитой замедленностью объявляли гражданам о сдаче очередных городов, и граждане, как это повелось издавна, питались преимущественно слухами. К тому же радиотарелки вещали только в некоторых учреждениях, только на главных улицах или на площадях, да и газеты опаздывали. Основное мое занятие в Чистополе, кроме очередей за керосином или селедкой, стоять в очередях за вестями, за письмами. В очередях все больше женщины, вестей они ожидают все больше из армии. Я хочу знать и не знаю, где сейчас оба мои брата. Оба на фронте, но где? И живы ли? Уехали ли из Москвы мои родители и куда? И не сбомбили ли их квартиру в Москве или эшелон по дороге? Где все мои друзья, ленинградцы? Эвакуированы или остались? И в каком вообще положении Ленинград? Бомбят ли его, обстреливают? В Чистополе, кроме меня, ленинградцев нет. Расспрашивать некого. А почта в параличе. Каждый день я волошу сюда ноги по черной грязи, липкой даже в жару, плетусь, одолевая одышку, и считаю свои шаги или для разнообразия окна домишек, чет или нечет, будет письмо или нет, какое-нибудь от кого-нибудь, а вдруг из Ленинграда. Сегодня мой последний шаг был четный, значит, будет. Флора Моисеевна задает мне свои вопросы о телеграмме Цветаевой в самую неподходящую минуту. От меня до почтового окошка всего три человека. Я отвечаю ей, думая совсем о другом. — Так что же, по-вашему, делать? — теребит меня Лейтес. — Телеграмму ей посылать, по-вашему, не следует? — А делать-то что? — Настаивать, хлопотать. Вела, Бога, небось, такая же дыра, как и Чистополь. Что за разница союза писателей, где именно Цветаева будет жить? Была же она прописана в Москве или в Московской области, почему же ее не прописывать здесь? Прописка в Чистополе для литераторов затруднений не представляла. Наш пароход отплыл из Москвы 28 июля. Прибыли мы в Чистополь с пересадкой в Нижнем 6 августа. А дни через десять все уже были прописаны. Сначала меня с семьей, как и всех новоприбывших, поместили в здание педагогического училища, превращенном в общежитие. Потом я сняла комнату неподалеку от Камы на деревенской улице, носящей громкое, но мало подходящее для русско-татарско-чувашского городка название — улица имени Розы Люксембург. Совет эвакуированных выдавал всем приезжим справку со штампом Союза писателей за подписью Осеева, Тренева и уж не помнишь ей. Выдали справку и мне. Ищи себе комнату и отправляйся в горсовет, к Тверяковой. Та в свои приемные часы всегда на месте. Это доброжелательная и толковая женщина. Она расспрашивала, у кого дети, какого возраста, прикидывала, какой семье, в какой избе будет удобнее, где какие хозяева, где хозяин пьет, где хозяйка сварливая, у кого корова, у кого козы. Когда приезжий находил себе комнату, она незамедлительно ставила штамп. Была бы справка. Писательских фамилий она, безусловно, не слыхала никогда, ни единой. От Светаевой она также не слыхивала никогда ничего, как о любом другом литераторе, будь то Гладков, Чуковский, Леятос или Александр Твардовский. Нет, четное число шагов от избы до почты обмануло меня и на этот раз. Писем опять нет. Я отхожу от окна. А Слежко вы можете поговорить? Слежко? А он кто такой? Я никогда и в глаза его не видывала и не читала ни единой строчки. Однако фамилия Лешко, быть может, по совпадению окончаний, напомнила мне о Квитко, о моем хорошем знакомом, поэте Льве Квитко, приехавшем в Чистополь на несколько дней навестить семью. Перед отъездом он обещал зайти ко мне. Поговорить о Цветаеве с Квитко — это разумная мысль. Он из тех, кто, безусловно, имеет вес в союзе. Я попрошу Квитко, — говорю я, — а вы очень советую вам. Не посылайте пока телеграмму. Флору Моисеевну пожимает плечами и кладет телеграмму себе в сумочку. Мы вместе выходим на улицу, прощаемся нам в разные стороны. Итак, вестей нет, нет и нет. Нету писем. Вести же, сообщаемые нам в последние дни газетами и радио, таковы. Правда, 18 августа, понедельник. От Советского информбюро. Вечернее сообщение. В течение 17 августа наши войска продолжали вести ожесточенные бои с противником на всем фронте. После упорных боев наши войска оставили города Николаев и Кривой Рог. Николаевские верфи взорваны. 19 августа, вторник. После упорных боев наши войска оставили город Кингисепп. 21 августа. Ко всем трудящимся города Ленина. Товарищи ленинградцы, дорогие друзья. Над нашим родным и любимым городом нависла непосредственная угроза нападения немецко-фашистских войск. Враг пытается проникнуть к Ленинграду. Смерть кровавым немецким фашистским разбойникам. Победа будет за нами. Хотела бы я расшифровать строку. Враг пытается проникнуть к Ленинграду. Проникнуть к нельзя. Проникнуть можно только в. В Ленинград? Значит, немцы уже вблизи, возле, вплотную, в Стрельне, в Колпине. 26 августа. Вечернее сообщение. В течение 25 августа наши войска вели упорные бои с противником на всем фронте. После упорных боев наши войска оставили Новгород. Оставили, оставили, оставили. Что народу-то, что народу-то, с камнем в воду-то? Приходит ко мне Квитка. Мне хочется разузнать у него, какие вести, помимо газетных, из Киева. Он сам с Украины. Суманщины родом. И Киев для него, верно, такая же боль, как для меня Ленинград. Квитка я знаю ближе, чем остальных здешних москвичей. Он друг моего отца. Корней Иванович одним из первых заметил и полюбил стихи Квитка для детей. Добился перевода их «Сидишь» на русский язык. И Лев Моисеевич Квитка после большого успеха своих стихов в русской поэзии незадолго до войны перебрался в Москву. Теперь два-три дня пробыл в Чистополе, здесь жена его и дочь. Ко мне пришел накануне отъезда, расспросить поподробнее, что передать от меня отцу, если они где-нибудь встретятся. Что передать? Чистополь — это настоящий капкан. Обрести здесь хоть какой-нибудь заработок безнадежно. Снабжение убогое, цены на рынке растут. А где работа? В Ленинграде я уже работала стенографистской, писала кое-какие статьи, была редактором. Могу быть корректором. Но в Чистополе нет учреждений, нуждающихся в стенографистках. И уж, конечно, никаких издательств. Я могу преподавать русский язык и литературу. Но в здешних школах все места заняты здешними учителями. Семейству моему денег, лекарств и продуктов, взятых с собой из Москвы, хватит, по моим расчетам, месяца на полтора. А дальше? А дальше наступит зима. Кама на зиму станет. Навигация и конец. Железной дороги нет. И из капкана не вырваться. Письма ни от меня, ни ко мне не доходят. Я не знаю, где, кто. Я просила Квитко во что бы то ни стало разыскать Корнея Ивановича, все рассказать ему, а потом сообщить мне телеграфно, где мои родители, живы ли братья. Квитко вглядывался в детей и в меня, в нашу комнату, расспрашивал о здоровье. О Киеве я заговорить не решилась. Неужели оставят? Оставят Киев. Я очень этот город любила. Жил он в моем сердце, пожалуй, на втором месте после Ленинграда. Да и не только город. Там отец и мать и брат моего покойного мужа. Успели ли выехать? Да нет, быть того не может, чтобы нашу отдали Киев. Этого имени я в разговоре с Квитко не произнесла. Но о Цветаевой, о безобразии творимым ритфондом, заговорила. Ведь не ссыльная же она, — сказала я, — а такая же эвакуированная, как все мы. Почему же ей не разрешают жить, где ей хочется? Ведь не прикреплена она к месту. Квитко потемнел. Этот человек редкостного душевного равновесия не любил сталкиваться с несправедливостью. Она мешала его открытому и веселому нраву, воистину детскому, тому, который так счастливо слышен в его стихах. Она становилась поперек его вере. Он всегда внушал себе и другим, что все будет хорошо. Он любил в это верить. Он эту веру и жил. Лев Моисеевич обещал мне увидаться сегодня же с Осеевым, выяснить, в чем, собственно, дело, да и прямо от своего имени поговорить с Тверяковой. Он был не только член партии, но и писатель-орденоносец, редкость по тем временам. «Все будет хорошо», — повторил он несколько раз на прощании. «Сейчас самое главное, каждый человек должен накрепко помнить — все кончится хорошо». Относилось это заклинание и к моим родным, и к войне, и к Ленинграду, и к Киеву, и к Светаевой, и к самой жизни. Глядя на его сильные плечи, на крупные черты лица, чем-то, быть может, с муглотой, а, быть может, с щедростью улыбки, напоминавшей Пастернака, «Слушая его звучный голос, я на минуту поверила, что и впрямь все кончится хорошо». Лев Моисеевич Квитко был арестован в разгар борьбы с космополитизмом в сорок девятом году и после жестоких истязаний расстрелян в пятьдесят втором. Думаю, он расстался с верой, что все кончится хорошо, лишь в минуту расставания с жизнью. Я проводил его до ворот. Он обещал мне раздобыть все сведения о Корнееве Ивановиче, увидать его или написать ему и непременно телеграфировать мне. Что же касается Светаевой, он прямо от меня отправился к Асееву. На следующий день я пошла искать аптеку. Уже не повысилась температура, глотать ему больно, по-видимому, ангина. Отправился я добывать компрессную бумагу. Если не окажется в аптеке, зайду в писательское общежитие. Там уж у кого-нибудь найдется. Там у меня завелось много новых знакомых, полузнакомых, четверть знакомых, недавних спутников по общему плаванию. В этот день, думаю, было это 26 августа, и встретилась я впервые с Мариной Ивановной Цветаевой. Глава вторая Было в Чистополе место, где неизбежно встречались все вновь прибывшие и прибывшие ранее. Площадь перед Горсоветом. Куда бы ни шел, а ее не минуешь. Иногда и нарочно завернешь туда. Там уж какую-нибудь новость и ухватишь. Кого куда переселили из общежития. Когда, наконец, выдадут керосин. А то здешние хозяева берегут дрова на зиму, своих русских печей не топят, а у нас у всех керосинки. И главное, главное, какие новости с фронта? Что означает «враг проник к Ленинграду»? Немцы в Царском? В Стрельне? Немцы уже ходят по Невскому? Черная радиотарелка вещала на той же площади Горсовета. Она часто портилась. Но кто-нибудь уж наверняка слышал последнее известие. Из общежития, где мне подарили компрессную бумагу, шла я назад через эту всезнающую площадь. Пусто. И тарелка молчит. Как вдруг кто-то меня окликнул. Это была та же Флора Моисеевна Лейтас. Она шла об руку с худощавой женщиной в сером. В серый берет. Серое, словно из мешковины пальто. И в руках какой-то странный мешочек. Познакомьтесь. Марина Ивановна Цветаева. Женщина в сером поглядела на меня снизу, слегка наклонив голову вбок. Лицо того же цвета, что берет. Серое. Тонкое лицо, но словно припухшее. Щеки впалые. А глаза желто-зеленые. Вглядывающиеся упорно. Взгляд тяжелый. Выпытывающий. — Как я рада, что вы здесь! — сказала она, протягивая мне руку. — Мне много говорила о вас сестра моего мужа, Елизавета Яковлевна Эфрон. Вот перееду в Чистополь и будем дружить. Эти приветливые слова не сопровождались, однако, приветливой улыбкой. Вообще никакой улыбкой. Ни глаз, ни губ. Ни искусственно светской, ни искренне радующейся. Произнесла она свое любезное приветствие голосом без звука, фразами без интонации. Я ответила, что тоже очень-очень рада, пожала ей руку и заспешила на почту. Всю дорогу, шагая мимо шатких дощатых заборов, вспоминала я этот желто-зеленый взгляд и размышляла над этими неподходящими словами. — Будем дружить. — Разве мы, девочки-школьницы? — Чтобы, увидавшись впервые, уславливаться. Вот сядем за одну парт и будем дружить. А самое странное, я бы даже сказала смешное, — это упоминание о Елизавете Яковлевне. Что могла Елизавета Яковлевна Эфрон обо мне рассказывать, да еще много рассказывать, если встреча у нас с ней произошла одна-единственная и, мягко выражаясь, в высшей степени неудачная? Встретились мы в санатории Академии наук «Узкая» под Москвой. Я приехала вечером и оказалась за одним столиком с незнакомой дамой, завтра с утра ей уезжать. Полная дама, гораздо старше меня, лет пятидесяти, и тем не менее настоящая красавица. Глубокие темные глаза, ровные белые зубы и какая-то особая прелесть в мягком голосе, в мягких движениях, в серьезном внимании к собеседнику. Мы сказали друг другу «Добрый вечер» и, не называя своих имен, за ужином разговорились. Разговор сначала был самый пустой, незначительный, о здешних врачах, о погоде, о режиме, но, не помню почему, речь зашла о художественном чтении, о недавнем приезде какого-то чтеца, что ли. Я, с детства наслушавшийся, как читают поэты, высказал нечто нелестное об актерском исполнении стихов. Я слышала Антона Шварца, Качалова, Яхонтова, и все они мне не нравились. «Они не доверяют стиху», — говорила я. «Они думают, что к стиху надо еще что-то прибавить от себя, голосом, интонацией, жестом, а стих не нуждается в этом. Его надо только огласить, произнести, изо всех сил совершая вычитание себя. Вот как читал Блок, например. Он как бы перечислял слова, и только, с точнейшим соблюдением ритмического рисунка, разумеется. К тому же, добавила я, все это художественное чтение развращает слушателя, преподнося ему стихи в качестве некоего аттракциона. А на самом деле стих для поэта — плод глубочайшего сосредоточения, слушания, и восприятие должно быть результатом сосредоточенности. Моя визави смотрела на меня молча, внимательно, даже как-то задумчиво, положив щеку на руку, словно посылая мне навстречу через стол очарование своих внимательных глаз. А наутро, когда она уже уехала, мне в ответ на мой расспрос объяснили, что это была наставница всех лучших актеров-чтецов, обучавшие художественному чтению, режиссер, знаменитый педагог Елизавета Яковлевна Эфрон. Помню, я тогда пришла в отчаяние от своей бестактности, резкости. Я испугалась, что она приняла мою болтовню за преднамеренную грубость или за попытку учить ее уму-разуму. И вот теперь, от Светаевой, я рада, что вы здесь, будем дружить, мне много рассказывала о вас Елизавета Яковлевна. Быть может, Марина Ивановна и сама не одобряет художественное чтение, и по рассказу Елизавета Яковлевна поняла, что я люблю стихи. Писем не было. Писем не было. Член Совета Эвакуированных? Совета Литфонда? Да нет же, я вообще никто. Даже не член группкома. Я отправлена сюда потому, что я член семьи писателя Чуковского. Господи, как не везет. Я думала, вы хоть член Союза. Тут нужен человек с именем, но все равно. Идите. В помещении парткабинета заседает сейчас Совет Литфонда. Туда вызвали Цветаеву, и там решают, пропишут ли ее в Чистополе. Она в отчаянии. Бегите скорее. Чужая тревога повелительна. Я не стала объяснять, что и Цветаева-то видела всего раз в жизни, и для нее никто. Держа стаканчик перед собой, я заспешила в парткабинет. Не могу сейчас вспомнить с уверенностью, но, кажется, мне помещался он в том же здании горсовета и был для меня местом известным. Туда, хоть и с опозданием, доставлялись газеты, и даже нас, беспартийных, пускали читать. Я старалась идти быстро. Кроме сильно колотившегося сердца, очень мешал стаканчик. Нельзя было уронить ни капли. По дороге пыталась я придумать, что же все-таки произнесу, если меня поочечаяние на заседание Литфондовского совета пустят. — Ничего, кроме мыслей, уже высказанной мной Льву Моисеевичу. Она ведь эвакуированная, а не ссыльная, и не лишена права передвигаться. Не лезла мне в голову. Но то, что я могла с глаза на глаз выговорить Льву Моисеевичу, стоило ли произносить публично? — Упоминание о ссыльных или о правах только раздразнит начальство. — Ах, доказательнее всего прочесть будем вслух какое-нибудь из любимых моих цветаевских стихотворений. Я знала тогда и любила немногое. Сборник версты. — Неужели человек, создавший, написавший своей рукой такую мученическую и мучительную мольбу, такой упрек, такое воззвание к Господу? Чем прогневили тебя эти серые хаты? Господи, и для чего стольким простреливать грудь? Пояс прошел и завыл, и завыли солдаты, и запылил, запылил отступающий путь. Нет, умереть никогда не родиться бы лучше, чем этот жалобный, жалостный, каторжный вой о чернобровых красавицах. Ох, и поют же нынче солдаты! О, Господи, Боже ты мой! Неужели поэт, прорыдавший эти слова, не прописал себя на веки веков в великой русской литературе, а значит, и в любой точке российской земли? Ведь это то же, что хоть и шепотом, но с той же силой проговорила тогда же Ахматова, «Закрыв лицо, я умоляла Бога до первой битвы умертвить меня». Вот ведь не схожие, чуждые друг другу поэты! А стрясла с Россией беда, и два голоса одарили нас одной и той же молитвой. Вопль «Нет, умереть!» шепот «До первой битвы умертвить меня!» Лестница, крутые ступени, длинный коридор с длинными, чисто выметенными досками пола, пустая раздевалка за перекладиной. В коридор выходят двери, и на одной дощечка парт-кабинет. Оттуда смутный гул голосов. Дверь закрыта. Прямо напротив, прижавшись к стене и не спуская с двери глаз, вся серая Марина Ивановна. «Вы...» — так и кинулась она ко мне, схватила за руку, но сейчас же отдернула свою и снова вросла в прежнее место. «Не уходите! Побудьте со мной!» «Может быть, мне следовало все-таки постучаться в парт-кабинет, но я не могла оставить Марину Ивановну. Пристроив стаканчик на полу, я нырнула под перегородку вешалки и вытащила оттуда единственный стул. Марина Ивановна села. Я снова взяла стаканчик. Марина Ивановна подвинулась и потянула меня за свободную руку. Сесть. Я села на краешек. «Сейчас решается моя судьба», — проговорила она. «Если меня откажутся прописать в Чистополе, я умру. Я чувствую, что непременно откажут. Брошут в каму. Я ее стала уверять, что не откажут, а если и откажут, то можно ведь и продолжать хлопоты. Над местным начальством существует ведь еще и Московское. А кто его, впрочем, знает, — думала я, — где оно сейчас, это Московское начальство? Повторяла я ей всякие пустые утешения. «Бывают в жизни тупики», — говорила я, — «которые только кажутся тупиками, а вдруг да и раступятся». Она меня не слушала. Она была занята тем, что деятельно смотрела на дверь, не поворачивала ко мне головы, не спускала глаз с двери даже тогда, когда сама говорила со мной. Тут, в Чистополе, люди есть, а там никого. Тут хоть в центре каменные дома, а там сплошь деревня. Я напомнила ей, что ведь и в Чистополе геи вместе с сыном придется жить не в центре и не в каменном доме, а в деревенской избе, без водопровода, без электричества, совсем как в Елабуге. Но тут есть люди, — непонятно раздраженно повторила она. А в Елабуге я боюсь. В эту минуту дверь парткабинета отворилась, и в коридор вышла Вера Васильевна Смирнова, жена моего приятеля Вани Халтурина. С Верой Васильевной знакома я еле-еле, а с Ваней дружила издавна еще в Ленинграде, еще чуть не со школьных своих времен. Ваня переехал в Москву и женился на Вере Смирновой. Теперь он в армии, а Вера Васильевна здесь, живет неподалеку от меня, и я, бывает, забегаю к ней наведаться, нет ли письма от Вани. Цветаева поднялась навстречу Вере Васильевне резким и быстрым движением и взглянула ей в лицо с тем же упорством, с каким только что смотрела на дверь, словно стояла перед ней не просто литературная дама, детская писательница, критик, а сама судьба. Вера Васильевна заговорила не без официальной суховатости и в то же время не без смущения. То и дело мокрым крошечным комочком носового платка отирала с олба пот. — Нет, споры, верно, были бурные, да и жара. — Ваше дело решено благоприятно, — объявила она. Это было не совсем легко, потому что Тринев категорически против. Асеев не пришел, он болен, но прислал письмо «за». — Вот и разговор с Квитко, — подумала я. В конце концов Совет постановил вынести решение простым большинством голосов, а большинство «за» и бумага, адресованная Тверяковой от имени Союза, уже составлена и подписана. В Горсовет мы передадим ее сами, а вам сейчас следует найти себе комнату. Когда найдете, сообщите Тверяковый адрес, и все. Затем Вера Васильевна посоветовала искать комнату на улице Бутлерова. Там, кажется, еще остались пустые. Потом сказала, что касается вашей просьбы о месте судомойки в будущей писательской столовой, то заявлений очень много, а место одно. Сделаем все возможное, чтобы оно было предоставлено вам. Надеюсь, удастся. Вера Васильевна простилась и ушла в парткабинет заседать, а мы по лестнице вниз. Я ничего ни от кого не слыхала ранее ни о грядущей столовой, какой счастье керосин придется добывать только для лампы, ни о месте судомойки, на которой притязает Светаева. О, конечно, конечно, всякий труд почетен, и дай ей Бог. Но неужели никому не будет стыдно? Я, скажем, сижу за столом, хлебаю затеруху, жую морковные котлеты, а после меня тарелки, ложки, вилки моет не кто-нибудь, а Марина Ивановна Светаева. Если Светаеву можно определить в судомойке, то почему бы Ахматову не в поломойке, а жив был бы Александр Блок, его бы при столовой выступники, истинно писательское столовое. — Ну, вот, видите, все хорошо, — сказала я, когда мы спустились на площадь. — Теперь идите искать на Бутлерову, а потом к Тверяковой. И тут меня удивило, что Марина Ивановна как будто совсем не рада благополучному окончанию хлопот о прописке. А стоит ли искать? Все равно ничего не найду. Лучше уж я сразу отступлюсь и уеду в Елабугу. Да нет же, найти здесь комнату совсем не так уж трудно. Все равно, если и найду комнату, мне не дадут работы. Мне не на что будет жить. Я стала ей говорить, что в Совете Эвакуированных немало людей, знающих и любящих ее стихи, и они сделают все, что могут, а если она получит место судомойки, то и она, и сын будут сыты. — Хорошо, — согласилась Марина Ивановна. — Я, пожалуй, пойду поищу. — Желаю вам успеха, — сказала я, освобождая свою руку из-под ее руки. — Нет-нет, — закричала Марина Ивановна, — одна я не могу. Я совсем не понимаю, где что. Я не разбираюсь в пространстве. Я попыталась объяснить ей, что мне непременно надо побывать дома, что у меня хворает Женя, что вообще я должна побыть с детьми, что должна донести до дому мед. Он детям обещан, и они ждут его. — Хорошо, — согласилась Марина Ивановна с внезапной кротостью. — Я пойду вместе с вами. Подожду, пока вы будете там возиться, а потом мы вместе пойдем на Бутлерову. Мы шли по улице Льва Толстого. Я вела под руку Марину Ивановну, а в другой руке держала стаканчик. — Я знаю вас всего пять минут, — сказала Марина Ивановна после недолгого молчания, — но чувствую себя с вами свободно. Когда я уезжала из Москвы, я ничего с собой не взяла. Понимала ясно, что моя жизнь окончена. Я даже письма Бореньки Пастернака не захватила с собой. — Скажите, пожалуйста. Тут она приостановилась, остановив и меня. — Скажите, пожалуйста, почему вы думаете, что жить еще стоит? — Разве вы не понимаете будущего? — Стоит, не стоит, об этом я давно уже не рассуждаю. У меня в тридцать седьмом арестовали, а в тридцать восьмом расстреляли мужа. Мне жить, безусловно, не стоит. И уж во всяком случае, все равно, как и где. Но у меня дочка. — Да разве вы не понимаете, что все кончено? И для вас, и для вашей дочери, и вообще? Мы свернули в мою улицу. — Что все? — спросила я. — Вообще все. Она писала в воздухе широкий круг своим странным наруку надетым мешочком. — Например, Россия. — Немцы? — Да, и немцы. Не знаю, я не знаю, захватят ли немцы Россию, а если захватят, надолго ли. Я и об этом размышляю мало. Я ведь мобилизована. Мобилизованным рассуждать не положено. Сейчас на моем попечении двое детей, и я за них в ответе. За их жизнь, здоровье, покой, обучение, веселье. Я рассказала ей, как, когда пароход наш еще совсем недалеко отплыл от Москвы и качался весь темный, в черной тьме, неподалеку от какой-то ТЭЦ, немцы налетели на ТЭЦ и начали бомбить. Бомбили они не пароход, не нас, а ТЭЦ. Но бомба легко могла угодить и в нас. При каждом взрыве пароход вздрагивал весь, от носа до кормы, весь вместе с нами. Я держала Женю на коленях, а Люшу — за руку. Сказать по правде боялась я отчаянно. Жила от вздрога до вздрога. Вспоминали слова Хемингуэя из романа «Прощай оружие». Сиди и жди, когда тебя убьют. Сидела и ждала. Насколько легче бойцам в окопах, думала я тогда, у них в руках винтовки, а не детские руки. Дети же не боялись, потому что привыкли верить, что если Ида и я рядом, то ничего худого случиться с ними не может. В темноте я читала им на память пушкинского гусара. Собственно, читала я для Люши, это ведь совсем не для четырехлетних. Но Женя заливался хохотом, хохотал до слез, я еле удерживала его у себя на коленях, хохотал так буйно, так безудержно, что даже взрослые, совсем не расположенные, смеяться, и те в промежутках между разрывами смеялись. Не над гусаром, над Женей. Сейчас и он, и Илюша знают уже всего гусара наизусть. Четырехлетний Женя, ростом прикрохотный, с полуторагодовалого, а говорит длинными законченными фразами десятилетнему впору. В чистополе хозяйские мальчишки двенадцати и четырнадцати лет смотрят на него, как на дрессированного лилипута. Ходят за ним по пятам, а он читает им. «Понюхал? Кисло! Что за дрянь! Плеснул я на пол! Что за чудо! Прыгнул? Ухват! За ним лохань и оба в печь. Я вижу, худо!» Гляжу, под лавкой дремлет кот, и на него я брызнул склянкой. Как фыркнет он, я брысь! И вот, и он туда же за лоханкой. Яну кропить во все углы с плеча, во что уж не попало. И все горшки, скамьи, столы. Марш, марш! Все в печку поскакало. «Понюхал? Кисло! Что за дрянь! Это стало теперь поговоркой у Люши и Жени», — сказал я Марине Ванне. Она слушала меня безо всякого интереса. Так подошли мы к моей избе. Я предложила ей зайти, взглянуть на детей, но она сказала, «Нет, я лучше покурю на заваленке». И села у наших ворот курить. Стакан с медом встречен был ликованием. Оказалось, Ида выстояла в очереди керосин, и дети были накормлены настоящим обедом. Щи и макароны. Ида попробовала накормить и меня, но от усталости я совсем не хотела есть. Проклятая Базедова и после операции давала себя знать слабостью, сердцебиениями. Прилечь бы. Я высунулась в окно и предложила Марине Ванне пообедать. «Нет, нет», — сказала она, пахнув на меня папиросным дымом. «А вы будете заниматься своими детьми еще не очень долго?» Я переменила Жене компресс, измерила ему температуру, слава богу, почти нормальная. Наскоро спросила у Люши английские слова, которые были заданы ей по книге «Through the Looking Glass». Эту книгу, «Продолжение Алисы в стране чудес» Кэррола, усунула мне на прощание в чемодан Корней Иванович. Все это я делала дурно, торопливо, наспех, меня подстегивало нетерпение Цветаевой. Под укоризненным Люшиным взглядом я вышел на улицу. Марина Ивановна сидела, прислонившись к стене, а рядом с ней разложены клубки шерсти — белой, голубой, желтой. Я никогда таких не видывала. Словно это не шерсть, а нежный, склубившийся дым. Клубки пушистые, мягкие, так и просились в руки. Их так и хотелось гладить, будто цыплят, котят. Марина Ивановна вскочила, бросила папиросу в сторону, клубки засунула в свой мешочек и снова взяла меня под руку. Я повела ее на улицу Бутлерова. Великий русский химик родился в Чистополе. — Дети, дети, жить для детей! — заговорила Марина Ивановна. — Если бы вы знали, какой у меня сын, какой он способный, одаренный юноша, но я ничем не могу ему помочь. Со мной ему только хуже. Я еще беспомощнее, чем он. Денег у меня осталось, предпоследние сотни. И еще, если бы продать эту шерсть, если бы меня приняли в судомойке, было бы чудесно. Мыть посуду — это я еще могу. Учить детей не могу, не умею. Работать в колхозе не умею, ничего не умею. Вы не можете себе представить, до какой степени я беспомощна. Я раньше умела писать стихи, но теперь разучилась. Разучилась писать стихи, подумала я. Это, наверное, ей только кажется, но все равно дело плохо. Так было с Блоком незадолго до смерти. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Глава третья. Мы шли по набережной Камы. Набережная — это просто болото с перекинутыми кое-где через грязь деревянными досками. Мы то и дело отцеплялись друг от друга и шли порзень. Я впереди, она за мною. Но в одном месте доски сдвоены, и мы снова оказались почти рядом. Слова Марина Ивановна напомнили мне о беспомощности Анны Андреевны. В последние годы я близко наблюдала ее быт в Ленинграде. Где-то она теперь, Анна Андреевна. Что с ней? Что с Ленинградом? Мне бы Люшу и Женю доставить своим родителям, а самой туда, там мое место. Уехала ли из Ленинграда Ахматова? Кто сейчас возле нее? Увидимся ли мы когда-нибудь? Откуда мне было знать? И двух месяцев не минует, как Анна Андреевна приедет сюда, в Чистополь, поселится у меня, и я поведу ее этой же дорогой, по этим же доскам, и скажу, вот здесь я шла с Мариной Ивановной. И умолкну, вспомнив продолжение. — Одному я рада, — сказала я, приостанавливаясь, — Ахматова сейчас не в Чистополе. Надеюсь, ей выпала другая карта. Здесь она непременно погибла бы. — Почему? — раздельно и отчетливо выговорила Марина Ивановна. — Потому что не справиться бы ей со здешним бытом. Она ведь ничего не умеет, ровно ничего не может, даже и в городском быту, даже и в мирное время. Я увидела, как исказило серое лицо у меня за плечом. — А вы думаете, я могу? — бешеным голосом выкрикнула Марина Ивановна. — Ахматова не может, а я, по-вашему, могу? Я вовсе не думала, что она может. Я просто выговорила вслух весьма некстати постоянную свою тревогу. Я и сама не могла бы не быть со мной Иды, ее крестьянской выносливости, ее крестьянских умений. Ида была раскулаченная финка из-под Ленинграда. Не будь у меня денег Корнея Ивановича и прочной надежды, что он вытащит нас отсюда раньше, чем Кама станет, вызовет куда-нибудь, где найдется для меня самостоятельный заработок. Полминуты простояли мы молча. Марина Ивановна тяжело дышала после крика. Потом двинулись дальше. Мне было стыдно. Она так нуждалась в полноте участия. А я своей мыслью не о ней причинила ей боль. Мы свернули с набережной в узкую улицу. Нравилось мне это место более других, чище. — Вот и Бутлерова, — сказала я. — Какая ужасная улица! — сразу отозвалась Марина Ивановна. — Я не могу тут жить. Страшная улица. — Хорошо, поищем другую. Но сейчас зайдем на минутку к моим знакомым, Шнейдерам. — Посоветуемся. Вам они будут рады. За это ручаюсь. Они уже огляделись вокруг. Посоветуют, где искать. Ручалась я за Шнейдеров, Михаила Яковлевича и жену его, Татьяну Алексеевну Арбузову, с полной ответственностью, хотя знала их мало. Или, точнее, недолго. С Михаилом Яковлевичем познакомился в 1939 году в Крыму, в одном из туберкулезных санаториев, где умирал и вскоре умер мой молодой друг, поэт и критик Мирон Левин. Там лечился тогда и тяжко больной Михаил Яковлевич, специалист по кинодраматургии. Он был чуть не вдвое старше Мирона, а потому и туберкулезный процесс развивался у него медленнее. Там, в уходе за Мироном, мы подружились. Потом я уехала в Ленинград, и встретились мы снова уже во время войны, 28 июля 1941 года, на пароходе. Здесь он познакомил меня со своей женой, Татьяной Алексеевной, в прошлом женой Арбузова, в будущем Паустовского. И Михаил Яковлевич, и Татьяна Алексеевна в трудном нашем пути поразили меня своей сердечностью, а Татьяна Алексеевна к тому же энергией, спокойствием и физической силой. По правде сказать, если бы не она, вряд ли благополучно завершилось бы наше путешествие. В Нижнем, при пересадке на другой пароход, оказалось, что даже с помощью Иды она тащила на спине в руках все наши вещи, да Илюша несла один чемодан. Ни я, ни дети не в силах выбраться вместе с толпой, сквозь толпу с парохода на берег. Два потока, выходивших и валом валивших навстречу, крутили нас, толкали, швыряли. Я беспомощно моталась на нетвердых ногах, прижимая к себе Женю и держа за руку Илюшу. Сколько я видела потом в Ташкенте детей, потерявшихся при таких пересадках. Не под бомбами даже, а попросту в дороге. Станция, вокзал, пристань. Детей, разлученных с матерями на год, а порой навсегда. Вот тут и пришла мне на выручку большая, сильная, добрая Татьяна Алексеевна. Хотя она ничего не давала нести своему больному мужу, хотя сама волокла на плечах тяжелый тюк, она вырвала у меня из рук Женю, вышла на берег, передала его Иде и еще раз успела возвратиться на наш пароход и вывести за собой сквозь толпу на берег меня Илюшу. А ведь сюда, как эшелоны, двигались в ту пору без расписания, и каждая лишняя минута могла обернуться для нее разлукой с мужем. И в Чистополе, в заботах о больном, харкающем крови Михаил Яковлевиче, она находила время и силы, чтобы забежать к нам и преподнести то мыло, то коробок спичек, то леденцы. Жили Шнейдеры бедно и трудно. Надеяться тут на какую-нибудь работу, и им было нечего. Но я ни разу не слыхала от них ни единого жалкого слова. Итак, я твердо знала, что веду Марины Ивановну к людям сердечным и деятельным, но и я не ждала такого приема, какой они оказали ей. Татьяна Алексеевна сразу и не без торжественности поблагодарила меня за то, что я привела к ней столь дорогую гостью. Всю жизнь мечтала познакомиться с Мариной Цветаевой, сказала она, и точно пароль прочитала строку. У меня в Москве купола горят. Освободив Цветаеву от пальто и мешочка, и усадив ее за стол, Татьяна Алексеевна спросила, «Скажите, Марина Ивановна, как вы могли в шестнадцатом году провидеть близкую смерть Блока? Думали человек и умереть заставили. Умер теперь навек. Плачьте о мертвом ангеле». «Откуда взялось у вас такое предчувствие?» «Из его стихов, конечно», ответила Марина Ивановна. «Там все написано». Через десять минут на столе, засланном ослепительно белой наволочкой, в комнате все сверкало, как в хорошей больничной палате. Татьяна Алексеевна, добиваясь антисептики, мыла пол и окна ежедневно. На столе стояли кипящий чайник, аккуратными ломтями нарезанный черный хлеб и вместо сахара леденцы. Марина Ивановна пила большими глотками чай, отложив папиросу, а Михаил Яковлевич, умоляющий, глядя на нее блестящими больными глазами, просил ее курить, не стесняясь его непрерывного кашля. Спокойно, весело, плавно двигалась по комнате полная светловолосая Татьяна Алексеевна, расставляя раскладушку и расправляя простыни. «Ни в какое общежитие мы вас больше не пустим», — говорила она. «Там грязно и тесно. Вы будете у нас читать стихи, потом обедать, потом спать. Утром пойду с вами вместе искать комнату поближе к нам. У меня на примете их несколько. Я здесь уже всех хозяев изучила. Стихи будете нам читать, облоки, это мои любимые, а потом какие хотите. А найдем комнату, пропишитесь и съездите в Елабугу за сыном». Марина Ивановна менялась на глазах. Серые щеки обретали цвет. Глаза из желтых превращались в зеленые. Напившись чаю, она пересела на колченогой диван и закурила. Сидя очень прямо, с интересом вглядывалась в новые лица. Я же, глядя на нее, старалась сообразить, сколько ей может быть лет. С каждой минуты она становилась моложе. «Вы встретили меня с таким благородным радушием», — сказала Марина Ивановна, обращаясь к хозяевам дома, что я чувствую себя обязанной рассказать вам свою историю. «Начало неудачное», — подумала я. «Они, как и я, отлично знают, что цвета его зачумленные, и не по неведению встретили ее столь радушно». Новыми для меня в ее истории были отчетливость произнесения слов, соответствующая отчетливой несгибаемости прямого стана, отчетливой резкость внезапных движений, да еще та отчетливость мысли, с какой она, судя по ее рассказу, понимала, как жестоко заблуждаются муж и дети, жаждущие возвратиться на родину. Там понимала, каково здесь. Сергей Яковлевич принес однажды домой газету, про советскую, разумеется, где были напечатаны фотографии столовой для рабочих на одном из провинциальных заводов. Столики накрыты тугими крахмальными скатертями, приборы сверкают, посреди каждого стола горшок с цветами. Я ему говорю, «А в тарелках что?» «А в головах что?» Спрашивала она уже не у Сергея Яковлевича, а скорее у нас, и эти настойчивые «что?», нарушая мерность речи, выскакивали из ее уст с оглушительной внезапностью, как из бутылок пробки. «А в будущем что?» Она досказала свою историю до дня ареста дочери, а затем мужа, то есть до осени 1939 года, произнесла последнюю фразу с короговоркой и умолкла. И когда она умолкла, ни один из нас не решился просить о продолжении. Жестокостью было бы заставить ее договаривать. «Прочитайте стихи к блоку», попросила Татьяна Алексеевна. «Старье, не хочу». «Я вам прочитаю «Тоску по родине». Я смотрела не на нее, а в окно. Не видя, лучше слышишь. «Тоска по родине, давно разоблаченная морока, мне совершенно все равно, где совершенно одинокой быть, по каким камням домой брести с кошелкою базарной, в дом и не знающий, что мой, как госпиталь или казарма. Мне все равно, каких среди лиц ощетиниваться пленным львом, из какой людской среды быть вытесненной непременно в себя, в единоличье чувств, камчатским медведем без льдины, где ужиться и не чус, где унижаться, мне едино. Не обольшусь языком, родным его призывом млечным, мне безразлично, на каком, непонимаемой, быть встречным». Тут она замолчала. Это мне безразлично, на каком, произнесено было с великолепным презрением, вызывающе, со страстной надменностью. Стихотворение оборвала внезапно, словно недокуренный окурок отбросила. Не хочу простить меня. Я вам вечером почитаю что-нибудь другое, например, поэму «Воздуха». Вы, верно, совсем не знаете моих поэм? Нет, мы не знали. Что поэмы? В то время мы не знали девяти десятых Цветаевой. Не знали стола, не знали куста, не знали попытки ревности, не знали, совсем не знали ее гениальной прозы. Все это, украденное у нас, хранившееся за три девять земель, на протяжении десятилетий доходило только до редких избранных, а в самый сдат и в печать начало пробиваться украдкой, урывками, лишь во второй половине пятидесятых годов. И только тогда, в пятидесятые, услышала я конец тоски по родине и поняла, почему в отчаянии, в Чистополе, она не пожелала прочитать нам дальнейшее четверостишее, ведь там, после всех неистовых отречений, после всех «не» содержится в последнем четверостишее как бы некое «да», утверждение, признание в любви. «Всяк дом мне чушт, всяк храм мне пуст, и все равно, и все едино, и если по дороге куст встает, особенно рябина, если встанет на пути рябиновый куст, то вместе с ним, вопреки всему выкрикнутому выше, встает и тоска по родине, та самая, которую она столь энергично и презрительно только что объявила разоблаченной морокой. Пока Цветаева читала, я пыталась понять, чье чтение вспоминается мне сквозь ее интонации, вызов, властность и какое-то воинствующее одиночество, читая, щетиница пленным царственным зверем, презирающим клетку и зрителей. Не обольщуся языком родным его призывом млечным, мне безразлично на каком непонимаемый быть встречным. Вспомнила Маяковской. Когда-то в детстве в Куоколе я слышала Маяковского. Он читал моему отцу облако в штанах и также щетинился пленным зверем, диким, неусмиренным среди ручных. Она обещала почитать еще, не сейчас, а попозже. Условились мы так. Сейчас я пойду на телеграф и дам телеграмму в Елабугу ее сыну. Она продиктовала мне адрес и текст. Ищу комнату, скоро приеду. Потом я зайду в общежитие, разыщу там некую Валерию Владимировну, Марина Ивановна ночевала в одной комнате с ней, и предупрежу ее, что сегодня Цветаева ночевать не придет. Пока Марина Ивановна будет отдыхать на раскладушке у Шнейдеров, Татьяна Алексеевна наведается неподалеку к знакомой хозяйке узнать о комнате. А в восемь часов вечера снова приду я, и тогда Марина Ивановна прочтет нам поэму «Воздуха». Я же прочту последние из мне известных стихов Пастернака. В переделкине Борис Леонидович подарил Корнею Ивановичу иней, сосны, опять весна. Я также переписала их в свою тетрадь и, уезжая, взяла с собой. На почте телеграмму я отправила быстро, а вот в очереди до востребования простояло долго. На моих глазах редкие, редчайшие счастливицы получали треугольник или квадратик, а большинству и мне ничего, ни от кого, ниоткуда. Это безвестие, это молчание, оно было красноречивее любой сводки. Ведь не могли же все умереть сразу или все забыть меня сразу. Молчание означало всюду на нашей земле несмолкаемый грохот, бомбы, пули, гранаты, орудия, танки. Глава четвертая Я вышла с почты оглушенной неудачей. Я так ждала тогда вестей, а их не было. Я еще не понимала в ту пору, что без вестие великое благо. Когда я выбралась наконец из Чистополя и вести градом посыпались на меня, они были такие. Мой младший брат, Женин отец, убит под Москвой. Мой первый муж, Люшин отец, погиб в Ленинграде. Мои киевские родные, спасаясь от немцев, выехали из Киева с последним эшелоном, иначе погибнуть бы им в Бабьем Яру. Но гибель в виде тифа настигла их в пути. Старики умерли на вокзальном полу маленькой железнодорожной станции. Мой Ленинград, обстреливаемый, взрываемый, вымерзал, вымирал, превращался в город морг. Покинув почту, я с трудом припомнила, куда собиралась. Да, Марина Ивановна просила зайти в общежитие и там предупредить, что ночевать она останется у Шнейдеров. Но в общежитие мне идти не понадобилось. У дверей почты я встретила Валерию Владимировну и передала ей поручение. Она же в ответ сообщила приятную новость. Зинаида Николаевна Пастернак намерена приобрести у Марины Ивановны за 200 рублей клубки шерсти. Борис Леонидович находился в то время в Москве, а в Чистополь прибыл лишь во второй половине октября 41-го года. Я поплелась домой. Признаюсь, меня туда не тянуло. В Чистополе меня удручала грязь. Нашу комнату мы кое-как обороняли, но двор, но кухня, но хозяйская половина избы, на потрескавшихся от зноя досках забора всегда сидят, лениво перелетая с места на место, жирные зеленые мухи. Ими, словно гнониками, усеян забор. Во дворе грязь по колено, спасают досточки. Хлев сотрясается. Эта несчастная грязная корова чешет себе спину о стенки, будто не корова она, а свинья. Хозяйка надаивает молоко в грязный подойник. В кухне висят полотенца не какие-нибудь, а вышитые, но хозяйские сыновья отирают о них не только руки, но случается, прибегая со двора и ноги. Обижаться грех. Хозяева дружат с Идой, ласковой с детьми, мальчики угощают Женю и Илюшу то морковкой, то репой прямо с огорода, но грязь, грязь наводит на душу тоску и уныние. Стыдись, ведь это не кровь, а всего только грязь, черная и липкая грязь, а не кровь, уходящая в землю или лужами стынущая на камнях и асфальте. Возвращаясь домой, я на набережную видала старуху, она стояла крестясь. Я посмотрела кругом. Нет, церкви тут нет. Старуха молилась почтовому ящику, упала перед ним на колени, он приколочен к прогнившему столбу. Сыновья? Четверо сыновей под пулями неведомо где или один единственный. Она хваталась руками за столб, пытаясь встать. Я помогла ей подняться. Провалившиеся глаза с черными обводенными, глаза, обезумевшие от ожидания, похожи на те в тюремных очередях. Дома благополучие. Я проглотила холодные макароны. Ида играет с хозяйкой в карты, и Женя в шерстяных носках и с компрессом на шее крутится возле. Люша занята штопкой, натянула челок на большую деревянную ложку хозяйкин подарок. Мы усели с ней рядом на лавочку. Но пробыли одни мы недолго. Люша издали увидела шагающего к нам Петра Андреевича Семынина. Он двухголовый, мама, смотри, у него две головы. По нашей улице, к нашей избе шел мой приятель, поэт Петр Андреевич Семынин, не взятый ни в армию, ни в ополчении из-за болезни глаз. Он нес на плечах своего маленького сына. Опустив Сашу на землю, сел рядом со мною. Кто-то сказал ему, что я повела Цветаеву искать комнату, и он зашел спросить, отыскалась ли что-нибудь. Я рассказала, как обстоят дела. Знаете, на кого вы похожи, сказала я, небритый, загорелый дочерно, да еще в черной рубахе с закатанными рукавами. Вы, когда несете вашего златокудрова красавца, похожи на ворюгу цыгана, укравшего господского мальчика. Уж очень красив. Маленький лорд Фаунтлерой, не иначе. Только вот кружевного воротника не хватает и бархатной курточки. Саша, молча выпросив у Люши деревянную ложку, молча колотил ею по скамье. Красивее ребенка я не видывала. Золотые кудри, белое нежное лицо, черные глаза, черные брови под золотыми кудрями и черные ресницы в пол лица. Петр Андреевич не улыбнулся в ответ. Что, сводка опять плохая, спросил я. Он кивнул. Такая как вчера? Хуже. Потом он рассказал мне о заседании совета эвакуированных. Он, оказывается, член совета и был там. Сначала вызвали Марину Иванну. Она была приглашена заранее. И попросили объяснить, почему она хочет переселиться из Елабуги в Чистополь. Семенин считал этот вопрос бесстыдным, издевательским. Ведь мы не следственные органы, не милиции, ведь это уже не вопрос, а допрос, повторял он мне. Кому какое дело, почему и где она хочет жить? Марина Ивановна отвечала механическим голосом, твердила одни и те же заученные наизусть слова. В Елабуге есть только спиртоводочный завод, а я хочу, чтобы мой сын учился. В Чистополе я отдам его в ремесленное училище. место судомойки. Она ушла, и мы приступили к обсуждению. Прочли вслух письмо Асеева, поддерживает просьбу Цветаевой. Потом самым мерзким образом выступил Тренев. Сообщил, что у Цветаевой и в Москве были, видите ли, иждивенческие настроения. Да ведь она, не покладая рук, переводила. Потом счел нужным напомнить товарищам, что время, видите ли, военное, а муж Цветаевой, видите ли, арестован, и дочь тоже. И опять время военное, бдительность надо удвоить, все они недавние мигранты, муж Цветаевой в прошлом белый офицер. Если правительство сочло нужным отправить Цветаеву в Елабугу, то пусть она там и живет, а мы не должны вмешиваться в распоряжение правительства. Омерзительная демагогия. Меня тошнит до сих пор. При чем тут правительство, при чем время. Это просто Литфонд решил, что Чистополь переполнен и начал заселять литераторами следующий город. Очень толково возражали Треневу Абрам Борисович Дерман, Вера Смирнова, ну и я сказал несколько слов. Потом проголосовали. Тренев остался в ничтожном меньшинстве, почти все голосовали за. Петр Андреевич встал и снова поднял Сашу на плечи. Маленький лорд Фаунт Лерой ни за что не хотел отдавать Люше ложку, молча, но неколебимо. Отдал наконец. Мы с Люшей проводили обоих до угла. — Хорошо, что вы были там, сказал Петру Андреевич на прощание. Помогли управиться с Треневым. Все равно тошнит, ответил Семынин. Посидев еще немного с Люшей, я прихватила стихи Пастернака и отправилась к Шнейдерам. Кроме стихов, я несла Марине Ване добрую весть. Найдена покупательница на ее клубке. Но у Шнейдеров, куда я пришла ровно в восемь, ждал меня, к моему удивлению, неприятный сюрприз. Марина Ивановна там не оказалась. После моего дневного ухода она полежала там, отдохнула, пообедала, а потом заявила вдруг, что ей надо с кем-то срочно повидаться в гостинице. Татьяна Алексеевна ее проводила. К восьми часам Марина Ивановна обещала вернуться и заночевать. Не заблудилась ли на обратном пути, спросила я. Нет, она сказала ее проводит. Ждали мы до половины одиннадцатого. Михаил Яковлевич в пижаме лежал на своей коечке. Температура выше тридцати восьми. Татьяна Алексеевна раза два выходила навстречу. Я видела, что Михаил Яковлевич у него моготу, красными пятнами жара пылало изможденное лицо. Мне было пора. После десяти в чистополе глубокая ночь. Мы условились так. Сейчас я уйду, а утром сбегаю в общежитие и узнаю, все ли благополучно, воротилась ли туда ночевать Марина Ивановна. И извещу Шнейдеров. Утром я отправилась рано. На пороге общежития встретила меня та же Валерия Владимировна. Встретила словами, а я к вам. Марина Ивановна ночевала в общежитии. Утром уехала срочно в Елабугу. Решила так. Перевести сына в Чистополь, комнату искать вместе и, найдя, окончить дело с Тверяковой. Что ж, это разумно, писала я Татьяне Алексеевне, посылая к ней Люшу. Сын лучше, чем мы, поймет, какая комната им нужна. Насколько я могу рассчитать, уехала Цветаева из Чистополя в Елабугу 28 августа, а через несколько дней все на той же почте, в очереди к тому же окошечку услышал я страшную новость. Приехал из Елабуги сын Марины Ивановны Мур, явился к Асееву с письмом и сказал, мама повесилась. Глава пятая. Марина Цветаева покончила с собой, как известно, 31 августа 41 года. Я сделала свою запись о встрече с ней уже после известия о гибели 4 сентября, и 4 десятилетия в ту свою тетрадь не заглядывала. Так иногда, если заходил при мне разговор от Цветаевой, рассказывала, что вспоминалось. Очень запомнила я мешочек у нее на руке. Я только потом поняла, он был Каренинской, из Анны Карениной. Анна Аркадьевна, когда шли и шли мимо нее вагоны, сняла со своей руки красный мешочек. У Цветаевой он был не красный, бесцветный, потертый, поношенный, но похожий. Чем-то не знаю, чем похожий. В чистопольской моей тетради после известия о самоубийстве так и написано «Я увидела женщину с Каренинским мешочком в руках». Перечитать старую тетрадь и вспомнить все досконально и по порядку побудили меня два документа. Один напечатанный, другой нет. Начну с напечатанного. Попалась мне в руки книга, выпущенная в Париже под редакцией Струве в издательстве МК Пресс. М. Цветаева, неизданные письма. Привожу отрывки из записной книжки Марины Ивановны со страниц 629-631. Возобновляю эту записную книжку 5 сентября 1940 года в Москве о себе. Меня все считают мужественной. Я не знаю человека робче, чем я. Боюсь всего глаз, черноты, шага, а больше всего себя, своей головы, если эта голова так преданно мне служащая в тетради и так убивающая меня в жизни. Никто не видит, не знает, что я год уже приблизительно ищу глазами крюк. Тут остановимся. Повторим. Я год уже приблизительно ищу глазами крюк. Запись сделана 5 сентября 1940 года. Что же такое год назад? 27 августа предыдущего года была арестована дочь Цветаевой Ариадна Аля, а 10 октября муж Сергей Яковлевич Афрон. Вот с какого времени она начала искать глазами крюк со времени этих двух разлучений. Увели дочь в тюрьму, в лагерь, в ссылку, увели мужа на казнь. Читаем дальше. Я год примеряю смерть. Все уродливо и страшно. Проглотить мерзость, прыгнуть враждебность, исконная отвратительность воды. Я не хочу пугать посмертно. Мне кажется, что я себя уже посмертно боюсь. Я не хочу умереть. Я хочу не быть вздор. Пока я нужна, но, Господи, как я мала, как я ничего не могу доживать, дожевывать горькую полынь. Прочитав эти слова, как я ничего не могу, я отложила книгу и прислушалась. Из дальней дали донес до меня тот, прозвучавший на каме сорокалетней давности крик «А вы думаете, я могу?» Какая она была мужественная и как много она могла, не требуется доказывать. Перед нами ее могущественная поэзия, ее проза, все ее мученическая, мужественная жизнь. Но и богатырским силам приходит конец. В эмиграции она была бедна и одинока, но ее хоть печатали. Дома же, кроме переводов, не напечатали после ее возвращения почти ничего. А конец, конец силам наступил, я думаю, осенью 1939 года, и мои скудные воспоминания следовало бы озаглавить не предсмертие, но после конца. После ареста Али, после гибели мужа силам уже пришел конец, а тут после конца война, эвакуация, безысходная нищета, новое унижение, Елабуга, Чистополь. Почему вы думаете, что жить еще стоит? Разве вы не понимаете будущего? Нет будущего, нет России. Я когда-то умела писать стихи, теперь разучилась. Какая страшная улица. Я ничего не могу, мыть посуду я еще могу. Второй документ не напечатан, по цепочке смертей и неожиданных наследований лег на мою ладонь листок. Легонький листок бумаги, даже не листок, половинка листка, вырванного из школьной тетради, резким, отчетливым, размеренным, твердым почерком, словно попирающим ничтожную бумажонку, выведено на листке «Совет Литфонда. Прошу принять меня на работу в качестве судомойки в открывающуюся столовую Литфонда М. Цветаева, 26 августа 1941 года». Столовая открылась в ноябре. Меня в это время в Чистополе уже не было. Кто получил место судомойки, на которой притязала Цветаева, мне неизвестно. Октябрь, декабрь 1981 года. Переделкино. Субтитры КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ